Гомельская областная коллегия адвоката сегодня подвела выники работы за 2016 год. Гомель займае первое место у республицы по колькости участков, которые выделяются под приватное домобудование. Сегодня в регионе отзначили самое смачное, веселое и житерадостное свято – Масленицу. И больше подробно об этом и не только. Сегодня у Гомеля отбылась выниковая конференция областной коллегии адвоката. На ее огучили выники минулого и вызначили планы на этот год. Об достижениях гомельских адвокатов и перспективных направлений работы – сюжет Ганны Ковалевой. За минулый год Гомельская областная коллегия адвокатов выполнила около 40 доручений. У их лику было освоение новых направлений, таких как медиация. Подчас этой процедуры адвокаты сприяются мирному урегулированию спрочных вопросов и помогают недовести справу до судовых разбирательств. Так, летость в области было подрыхтовано 20 медиаторов. У стольких специалистов заявится и селита, однако до этого часа у многих граждан не ведут обмогчимости звернуться до медиатора. Адвокатам требует усмотнить работу по информованию насильництва. Есть и иншие актуальные пытания. Буквально 1-го числа, 1-го марта мы будем ориентировать наши граждане на акцию. 1-го марта она состоится по применению третьего декрета известного. Поэтому хотел бы гражданам обратиться в связи с тем, что данная акция будет иметь место, и они спокойно могут обращаться как к юридической консультации, в адвокатское бюро и к адвокатам, которые деятельно осуществляют институт. Консультацию в этот день можно будет отримать бесплатно. До речи, добраченная акция областная коллегия адвоката традиционно проводит на протягу года узначенные республиканские святы. Гэтая практика протягнется и селета. У целому день конференции были запланованы мероприемства на весь год. Справоздачу об своей работе представила ревизийная комиссия. До речи, гомельская коллегия адвоката у нас сегодня целиком самофинансуемая организация. Следует отметить, что гомельская областная территориальная коллегия – это одна из лучших наших коллегий. И граждане, которые проживают на территории Гомельской области, они довольны работой наших адвокатов и обоснованных жалоб на их работу у нас в республиканской коллегии нет. По выниках работы в минулом году были уручены заслуженные узнагороды. Гоноровые грамоты отримали лепшие супрационники и коллективы. Я хочу сказать, что мы так или иначе достигли серьезных достижений в части того, что касается оказания юридической помощи. Хотелось бы сохранить те наработки, которые имели место быть. И в перспективе ориентировать граждан на то, чтобы они не опасались, обращались к адвокатам по возникающим вопросам, поскольку во всех этих моментах нужно ориентироваться на квалифицированную юридическую помощь. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Угомель». Протягиваем выпуск. Больше, как 15 тысяч жихаров в области вызвали на доплаты сбору на финансование державных выдатков податковыми органами. И еще полторы тысячи рабочими группами, створенными при выканкамах. Между тем, приемы грамадян представниками улады по вопросам, связанных с декретом номер 3, протягиваются. У Гомельским гарвы канками Гамельчан выслухал старшиня городского совета депутатов Иван Бородинчик. Сирот тех, кто звернулся за консультацией, студентка ГДУ имя Франциска Скарыны Ганна Жихарова, якая навучается завочно. У 2015 годе она скончила другий курс, а по своей специальности мела могчимость працевать только с третьего. Праца уладковаться отрималась у вересней. Зараз Гамельчанка протягивает працевать и з'является добросумленным податкоплательщикам. После приема у старшиня городского совета депутатов отбылось посаджение рабочей группы, на яким питание Ганны Жихаровой было выражено становча. Здесь в городсполкоме службе одно окно подсказали, какие документы нужно приложить, чтобы заявление было более полное, чтобы было больше шансов на то, что его рассмотрят положительно. Все документы прикрепили, отдали заявление. Мой вопрос решили положительно. Хочу сказать спасибо Ивану Афанасьевичу, что рассмотрели. Усяго у Харвы Канкам поступило 1500 зворотов. На дадзиный момент разгледжено больше, как 1200. А доплаты сбору вызволили больше, как полову звернувшихся. Дарыч, те, кто отримал отмойный отказ, могут звернуться повторно. Не было наработано опыта работы в рассмотрении подобных вопросов. Поэтому еще раз предлагаю нашим горожанам, те, кто сомневается в том, что рассмотрели правильно или неправильно его обращение в городсполком, повторно обратитесь и получите еще раз ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Приемы грамадян по пытаниях декрета номер 3 протягнутся до первого соковика. Наступный завтра с 9 до 16 годин проведет начальник отдела по работе со зворотами грамадян и юридичных особ Гарвы Канкама Наталья Иванченко. До инших тем. Гомель займае первое место в Украине по колькости земельных участков, которые выделяются под приватное домобудовництво. Только в минулом году свои сотки отримали около 400 человек. На место будущей забудовли побывала Марина Джалая. Сегодня у Чарзе полтысячи гомельчан. Размеркование участков проходит нерадей, чем раз в месяц. На опошнем землю у третьей Чарзе Романовича отримала семья Рабянок. Денис и Катерина кажут, что участок им выделили худко. На это спотребилось крыху больше за полгода. И сейчас нетерпливостью чекают в начале будовли. Семья большая, не хочется строить квартиру, хочется, чтобы был простор, чтобы можно было детям где побегать. Ну и не хочется зависеть от всех, от муравейника, чтобы быть сам себе хозяином, чтобы он был на земле. У трех чергах Романовича 3000 участков. Сотки у первых девюх давно размиркованные. Не глядячи на то, что опошние часы по кольням коммуникации подъездных шляхов, люди готовы чекать и думать на перспективу. Але не треба забывать, что поколь держава не выделяя сродки на льготное кредитование будовництва. Новые кредитные линии не открываются уже третий год. Як огучивалось ранее, такие кредиты у вугули могут быть заменены держподтримкой. Тому специалисты просят загадя узважить свои финансовые махтшимости. Сегодня эти деньги, которые выделены на строительство, их только хватает для того, чтобы окончить строительство уже практически завершающихся жилых домов. Як вядома, когда человек отримал землю бесплатно, то повинен за три годы сбудовать на ее коробку. Капотом не возникала тяжкая ситуация с конфискацией. Тут так само зрозумела есть выходы. Например, заморозку будовали на три годы. За период 2015-2016 года мы изъяли у граждан участков за неосвоение порядка 300 штук. То есть, если брать первые, вторые Романовичи, общее количество участков 2000. Это, ну, посчитать, прикинуть, да, это больше 15% получается изъятых. Просто за неосвоение. Люди отдали деньги за оформление документов и, получается, потеряли просто эти деньги. Просто так. И также у нас, ну, такие бывают даже казусы до того, что люди приходят, выбирают себе участок, да, и потом спрашивают, а есть ли у вас рассрочка на оформление документов? Ну, как бы тоже такой нонсенс. Если у вас нет денег даже, чтобы оформить документы, вы должны в течение года построить дом. Ну, не построить дом, простите, а начать освоение участка, то есть начать какие-то строительно-монтажные работы, а затем в течение трех лет возвести коробку под крышу. Ну, если у вас нет денег, чтобы оформить документы, простите. Какая может идти речь вообще о строительстве жилого дома? И таких случаев очень много на самом деле. Те, кто до льготной категории грамадян не относятся, могут набыть землю прозаукционы. И они проводятся достаточно часто. Селита, например, уже отбилось 4. Участок у Романовичах каштует около 2,5 тысяч долларов, а у центра – до 30. Марина Джала, Євген Макенко, Михаил Рабков, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» отбылся адукационный семинар для секретарей первичных организаций БРСМ отделов внутренних справ региона. Подчас его обмерковывались основные направления деятельности молодежного объединения и совместные мероприемства, запланованные на этот год. Лепшие первичные организации отримали гоноровые узнагороды. Вероника Ворошилина с подребязностями. Суместная профилактичная работа с молодью по межуправлением внутренних справ Гомельского обл. Ваканкам и областным комитетом БРСМ наладжено доброе и приносит свои выники. Первичные организации сегодня действуют в каждом районном отделе внутренних справ. Головная мыта такого взаимодействия – выхование соправданных граждан и патриотов, мотивация подрастающего поколения на добрые учинки и справы на особистом прикладе. В области действуют 96 молодежных отрядов охраны правопорядка. Их численность более 2000 юношей и девушек. Совместно с РОВД на базе проводится обучение этих ребят. Ребята участвуют в охране общественного порядка, патрулируют совместно с органами РОВД. Ну это естественный элемент патриотического воспитания. Кроме того, ребята, наиболее проявившие себя активно в этом направлении, рекомендуются к поступлению в высшее учебное заведение силовых структур. Паша с семинара отбылось ознагороджение пераможцев огляду конкурсу на лепшую первичную организацию БРСМ – органов и подразделения внутренних справ у Гомельской области. Третье место поделили представники Лельчицкого и Рогачевского районов. На другим – Апынуся Речицке. Гоноровое звание Кубок пераможца отримала первичная организация БРСМ Хонецкого районного отдела внутренних справ. Вложено много усилий, я считаю. Конечно же, эмоции немножко переполняют. Стремились, работали, в основном работали с молодежью. Много устраивали различных акций, как спортивные, так и трудовые. Проводим профилактические беседы. То же самое, я считаю, это как профилактика, вот как мы, дети, вот, уродных подростков задействуем на различных спортивных массовых мероприятиях. Немало из-за потребованных культурно-массовых мероприемств на рахунку первичных организаций БРСМ, органов и подразделений внутренних справ Гомельской области, сярод наибольшадметных конкурс «Аутосеньорита». Миновита под такой назвой, прикладно пять годов тому, он отримал свое житё в нашем регионе. Сегодня гэта творчая споборність, накераванная на попереджене дорожно-транспортного травматизму, навыло республиканский формат. Зменилась ей назва «Аутоледи». Одним из наибольшеважных накерунков взаимодействия Управление внутренних справ Гомельского обл.ВКНК и областного комитета БРСМ застается профилактичная деятельность по вопросам антинаркотичных поводзинов и здорового ладожития молодя. С новым импульсом гэта мероприемства будут протягнуты сё лета. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телерадио «Кампания Гомель». Сегодня у регионе означали «Масленицу». Гэта веселая проводзины зимы, азоранная радостным чеканнем близкого тепла и веснового одновлення природы. Галунными атрибутами свята з'являются пудзела масленицы и ведомаш блины. У наших прудка уянны мели ритуальное значэння. Уявляли сабой символ солнца. Про то, як проважали зиму гамельчане, наш наступный сюжет. На стыку зимы и весны адзначается гэта смачная, веселая и житя радостная свята. Менавіта на Масленицу проводзи усяненький рубеж, до якого в свете пынавал холод, а пасля кончаткова прыходзила тепло. У гамелі масленичныя гуляння разгорнулися на пяти пляцовках во усіх районах. А кроме традиційных мероприємств, дегустаций блинов, лажання по слупі, спаливання пудзела зімы, организаторы подріхтавалі абсолютно нові конкурсы і шоу. У першыню у гамелі прайшоў чемпіонат паміня рэгбюм, с ператягванім канаты і гонками на мётлах. На пляцовце каля Дома культуры фестывальны прашоў пакас ветер піраменам 2017. Прыгажуні з центра моды «Хрустальная нимфа» заклікалі вясну колекція модного лёгкаго одзіння. Несмотря на мороз, собственно, было на сцене очень тепло, хоч і немножко скользко, но я думаю, ми прашліся отлично. Яркі костюмы даёт огромный заряд настроєння. Было круто. Народне гуляння ладзіли і каля лядового палацам. Сюди гараджан приваблювали пачастунками. Усю разнастайність традиційных масленичных страв працтавіли на сырным кермаші і блинафэсті. Святочный настрой патрымлівали піснями, танцами і конкурсами. Тут можна було не толькі на слух залізти, типа спрашацца ў баі на падушках, але і звернуться ў весельную контору. Сваўба ў нас прашла сўуні неожиданна. Пагода прекрасна, настроение отлично. Ну, в общем, празнік. Празнік – отлично все. Пасиба огромное. Кульминація свята – спальвання пудзела масленицы. Гэта традиція мае глыбокое значэння. Знішчыць символ зімы і васкрэсіць вясну. У агонь трэба адправіць ўсіні прайемнасті і крывды і пажадаць сябі і блізкім поспіху і новага добрага і ураджайна года. Катярына Сапельнікова, Сяргей Лукашук, Телерадиокампанія Гомель. А заутра православная вернікі сустрэнуць дараваную неделю. У гэта дзень прынята прасіць адзіну аднаго прабачэння. Звычай бяры пачатак яшчэ ў першы гады пасля ў васкрэсіні Хрыста. Пабудлея падання перад пачаткам Вяліка Гапосту манахі сыходзілі ў пустыню, дзе праводзілі сорак дзён практична без ёжыў воды, па прыкладзі Ісуса Хрыста. Такім чынам яны узмацнялі подзвіг малітвы. Многім зіхні на канавана было вернуцца живымі. Таму перад дарогай яны, як ўапошній раз, прасіли адзіну аднаго дараваць іму ся крывды. Дзейніча і ця пір. Зрабіць гэта, значыць ўвасті ў Вялікі Пост с чыстай душой без віны перад близкими. Такое символічное очыщэння дазваляя засяродзіць свою увагу на духовным жыцці. Святые адцы гаваряць, шо суть не в том, штобы папрасіць прасчэння, а суть в том, насколько ты прасчаеш свайму ближнему лі даннему чылавеку его прагрішэння. То іс, прайти і просто сказаць, прашу прасчэння, это пустой звон. Надо бы, штобы душа чылавека располагала даць прасчэння другому чылавеку. І вот толька в таких абстояццтах это будь верна. Дарэчы аптым, як падрыхтавацца до Вялік дня, і які існуюць правілы і паслаблэнні пачас Вялікага Посту, можна будзе даведацца заутра. Адказы на пытані улады Кастяфан дасть нашаму корэспандэнту у актуальным інтервью. Глядзіцца програму «Навіны тыдня» на Беларусь 4. Гэте, а так сама іншэ навіны вы можццэ знайсці на нашым сэйтсі у інтернетсі, а па адрэсі www.cvrgomil.by На гэтым выпуск завершэнну студы працэвала Наталя Ігнатэнка. Усяго вам добрага і до новых сустрэч у эфіры. Дякую за перегляд!